Привет, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на новом занятии. Сегодня мы будем рисовать с вами пастелью. Мы нарисуем небольшой кусочек веточки сирени, божью коровку на ней, а также вот такой красивый заблюренный фон. Мы будем с вами использовать пастельную бумагу. У меня пастельная бумага это склеечка. Вот такой вот цвет фиолетово-синий, темный, из склеечки Jackson's. Я покупала ее на сайте Jackson's Art в свое время. Сейчас, наверное, такая бумага будет уже недоступна, но по сути она обычная. То есть это обычная пастельная бумага. Что интересно, довольно мелкое такое зернышко, поэтому будет возможность прорисовать какие-то детали и как раз попробовать наши новые карандашики. Это карандаши пастельные, монолитные от Malievich. У меня набор 12 цветов. Здесь как раз есть разные красивые оттенки, которые нам пригодятся. Также будем использовать с вами разные пастели. Здесь я новый положила наборчик. Попробуем с ним порисовать. Это от Sennelier мелочки. Они будут добавление в мою коллекцию к портрету. У меня вот такая была. Она ведь уже пожитая. Этот набор портрет от Sennelier. И я думаю, сюда какие-то цвета перемещу, потому что тут сейчас все очень в беспорядочном состоянии. Ну, какие-то другие мелочки тоже будем добавлять. Будем смотреть по цвету. Будем делать акцент на карандаши именно Malievich, чтобы попробовать вообще, что это за зверь. Монолитные карандаши, хотя мы их уже с вами тестили, да, видео с распаковкой. И вроде все замечательно работало. Я прикреплю обязательно картиночку, чтобы вы тоже могли скачать себе референс в хорошем разрешении. Решение наблюдать на него и с него рисовать. Надеюсь, опять же, что звук нормальный, потому что не подчинила я так камеру. Никак у меня не могу вот я к этому прийти. Вот. Поэтому снимаю на телефон видео. И очень надеюсь, что звук нормальный. Ну что, давайте наметим наш сюжет. И забегая вперед, сразу скажу, что мы прорисуем, наверное, вот эту часть, то есть серединку. А края они будут такие улетать, улетать в стороны и будут очень мягкими. Вот такой у меня план. Попробуем вот этот сиреневый карандаш. Очень интересно их в руке держать. Такие они прям тяжеленькие довольно-довольно такие, да. Если сравнить с обычным карандашом. Ну, попробуем сейчас. Будет ли это удобно, либо наоборот неудобно. По цвету такой он, кстати, красивый. Ох, люблю я эти сиреневые оттенки. Только давайте возьмем какой-нибудь более светлый цвет. Вот такой, например. Глубоватый не совсем подойдет, но зато он будет лучше заметен. В общих чертах я сейчас намечаю очертание веточки сирени. Это же сирень, правильно? Я не ошибаюсь. И потом уже вот сюда куда-то мы посадим нашу божью коровку, да. У нее, вот у нее все не видно все точки. А так можно было бы определить, сколько ей лет. Вроде это по точкам определяется, да. Цветы довольно крупные должны у нас получиться. И вот с самого-самого центрального, который прямо на нас смотрит, намечаем четыре вот таких овала. Дальше идем вниз. На самом деле можно было бы даже еще где-то крупнее наметить. Главное проверяем, чтобы у нас серединки цветков не находились ровно друг под другом, чтобы у нас все было довольно интересно по композиции. Спрашивала я в телеграм, что мы хотим с вами нарисовать, да. Были предложения, запросы на розу. Но это потому, что я просто прикрепила вам этот референс. Также мы с вами рисовали уже розу. Помните такого чайного оттенка с акварельным подмалевком? И потом уже пастылю прорисовывали. Прям вот хотелось чего-то другого. И хотелось вот так вот немножечко расслабиться, что-то такое летящее, легкое нарисовать. Были запросы, конечно, на котеек. Котеек мы тоже с вами обязательно нарисуем, потому что у меня они каждый день рисуются. Заказов сейчас достаточно. И поэтому у меня постоянно коты. Вот я немножко отдохну как раз с вами, если мы порисуем сирень. И что теперь? Теперь проверяем соцветия, да. Как вот правильно называть эти цветочки. Мне их будут цветы называть. Рисуем цветы, которые справа. Главное, чтобы они все на нас вот так фронтально не смотрели. Обязательно какие-то поворачиваем. Все-таки довольно четкую линию дает вот этот карандаш. Я вот пока рисую, задумываюсь потихонечку. Здесь мы красиво введем вправо небольшое соцветие. Прям вот супер обязательно делаем. Цветочки, которые в профиль видны, это добавит красоты к нашему рисунку. Так, теперь нам осталось сделать цветок, на котором идет божья коровка. И будем намечать ее. Видите, она по таким наклонам прям там путешествует. Сначала можно просто полукруг нарисовать, такой полуовал даже. Сделать посерединке небольшое углубление. И тут помещаем голову. Референс матрюс ноутбука. Обычно было по-другому. Я записывала на камеру, да, из телефона рисовала. Сейчас, видите, новая схема. Приходится подстраиваться под обстоятельства. Ну, скажем, да, вот здесь лапы. И вот эту черную часть нужно будет потом сделать побольше. Но сейчас я прям вот с этим карандашом не смогу четко прорисовать. Мы оставим на позже. Именно саму коровку. Коровку, да, забавно звучит. У меня какой-то жук скорее получился. Так, эти лепестки мы сделали. Что нам осталось? Осталось несколько соцветий справа. Вот здесь. И вот так вот еще поворачивает красиво лепесток. Здесь у нас останется место на фон. Как раз люблю вот такой вот фон. Снизу еще здесь парочка цветочков. Они уже в тени. То есть мы их уведем вниз. Они будут не такими заметными. Ну что, давайте теперь мы поработаем с фоном. Сделаем сначала с вами фон. Потом приступим уже к самим цветочкам. Сильно я видоизменять цвет не буду. Но добавлю каких-то небольших акцентов. Просто посмотрю сейчас те цвета, которые, как мне кажется, подходят. Вот знаете, интересная вещь. Вот этот набор. Сейчас вам его покажу. Покажу его упаковку от Джексонс. Вот такого плана. Он очень хорошо работает с пастелью. Угадайте? Тоже с пастельной бумагой Джексонс Арт. Прям вот очень-очень здорово. Нравятся мне так эти мелки. Хотя они так дешево стоили. И я прям рада, что успела их взять. Там буквально рублей, может, 300 этот набор стоил. Сейчас сказать сложно. Но прям вот классно. Очень-очень действительно мягко работают. Как, знаете, замена Рембрандта, например. Каждый раз я его, да, вам показываю. Вот такого, например. По мягкости, по нанесению. Прям вот даже чуть-чуть более шелковый, что ли. Или у меня предвзятое отношение к этому цвету. Нравятся мне вот такие оттенки. Да, даже чуть-чуть жестче, как будто идет Рембрандт. А вот этот мелочек от Джексонс, он прям вообще супер мягкий. Ну, наверное, нет смысла рассказывать о нем и его хвалить. Потому что его уже не приобрести. Поэтому не будем об этом. А будем мы о Сенелье. Видите, экстрасофт. Я достаю и все пальчики сразу в самом пигменте. Потому что она очень мягкая. Очень-очень мягкая, нежная пастель. И для вот такой вот, назовем ее обычной бумаги. Не для абразивной. Это прекрасный вариант. Потому что цвета остаются просто замечательные. Все легко наносится, легко распределяется. Потом можно вот таким образом красиво все растушевывать. Я вот пока наносила, думала, как оставить фон все-таки. Делать его в таких круглых штучках, как на референсе. Думаю, что да, мы тоже сделаем с вами такой эффект боке. Может быть, чуть-чуть добавим какого-то фиолетового. Вот такой фиолетовый давайте возьмем и посмотрим, насколько сильно он отличается от цвета бумаги. Это от Делли Роуни. Но что могу сказать? Очень классные цвета в наборе. Такие действительно сложные, интересные, необычные. Хотя я брала скорее для фона эту пастель. Там много светлых оттенков. Сейчас вам покажу. Вот такой вот наборчик. Видите, они все такие довольно приглушенные. Даже вот этот же синий и вот этот фиолетовый, да и зеленый, они все очень сложные цвета. То есть уже красивые смеси получаются. Поэтому с фоном можно прям пофантазировать. Чуть-чуть для поддержки сиреневого снизу я добавляю фиолетовый. Опять вышло солнышко. Сейчас что-то, что-то тут видоизменится, я чувствую. Давайте этот синий в деле попробуем. Голубой мы с вами потестили, да. Причем в чем суть, да, в чем фишка мягких пастелей, экстрасофт, ручной работы. Вот как сенелье, например. То, что они хорошо работают по слоям. Когда вы уже сделали несколько слоев. И обычная твердая пастель, она это не перекроет. А более мягкая пастель, именно вот такая, как сенелье. Показывала я коробочку, не помню. Вот такая, да. Вот они отлично перекрывают уже готовые слои. Там два-три слоя. Когда бумага у вас полностью заполнена, то вот такого плана мелки по ней все равно работают. Интересный голубой, да. Там такого особо нету у нас на фоне, на картинке. Но давайте добавим чуть-чуть. И, кстати, мне очень нравится синий, который там находится. Давайте попробуем его воссоздать. Он такой прям синий-фиолетовый. Во! Вот такого плана. И с ним же сделаем сейчас с вами хитрую вещь. Мы обведем лепестки. Потому что с правой стороны там идут светлые лепестки на темном фоне. И мы сделаем контуры вокруг по фону. За божьей коровкой, за лепестками. И пускай они вправо туда уходят. Поэтому я делаю контуры вокруг цветков, а потом уже растушевываю мелком в сторону. Когда этот кусок я сделаю, уже потом я растушую. Вот так вот смягчу и перемешаю где-то вот можно с остальными оттеночками. Все. Я думаю, что отлично. Остальное пускай у нас будет цвета фона, да, чтобы фон тоже работал самостоятельно. Давайте перейдем с вами к цветочкам. Хочется прям, вот я всегда забываю влажные салфетки рядом куда-то класть. Не суть. Сейчас, думаю, мы соберем с вами набор из вот этих монолитов как раз. И попробуем сделать с их помощью цветок. Кстати, помните, когда мы распаковку делали, мы с вами видели, что вот эти два белых, они разные по цвету. Здесь не написано ничего. Потому что он просто пастельный карандаш, да, мы как бы так догадались. Здесь написано 101 белый. Интересно. Ну, в общем, их вдвоем мы попробуем. И я думаю, какой нам еще понадобится. Понадобится, кстати, какой-то теплый. Ну, ладно, возьмем либо другой карандашик, либо... Ну, там уже будет видно. Кстати, подойдет прекрасно вот такой от Брунзила пастельный карандаш. Он будет прям такой вот сиреневый. Я попробую, сравню вот сейчас на этих лепестках два. У меня ощущение, что вот этот мягче, который из набора белый. Который, видите, чуть-чуть его обладка с желтым оттенком якобы. Такое возможно, как считаете? Буду им рисовать. Вот этот из набора, правда, он как будто мягче, чем вот этот, который я покупала отдельно в таком блистере в наборе два цвета. Белый и черный. Потому что я в какой-то момент забыла, что заказала и набор 12 цветов тоже. Представляете? Значит, такое тоже может быть. Может быть, это правда как-то от партии зависит. Ладно. Все. Давайте уже рисовать. Начну с центрального цветка и будем пробовать. Так. Заполняю нашим сиреневым. Дальше будем его по цвету как-то доводить до нужного состояния, потому что сейчас это не совсем то, да? Я специально делаю вот такими вот полосочками, чтобы бумага помогала, сохраняла направление вот этих линий. Потому что у цветочков вот так вот прожилки идут от серединки к краешку. К четвертый лепесток доделываем. Вот такую первую базу сделали. Довольно все неплохо заполняется. Все мягенько. И знаете, нет такого, как иногда вот у более твердых карандашей бывают вкрапления каких-то твердых кусочков пигмента, либо чего-то еще. Вот такое, кстати, бывает у карандашей. Карандаш такого плана. Хоть они потрясающие, да? По их мягкости, пигментации. И они такие вот мягенькие, жирные, очень-очень действительно яркие. Но иногда вот эти вот вкрапления такие царапающие идут. Но, видимо, вот из-за технологии, как они делают, вот такое наполнение карандаша, может быть, они и появляются. Почему это? К тому, что очень все мягко идет. Они прям такие нежные-нежные, мягкие-мягкие. Сейчас мы смотрим с вами на фон и на наш цветочек. Видите, что фон, он светлее. И вообще вот во всей этой работе, во всей этой картинке будет, что характерно, будет важно проверять соотношение фона рядом с цветами. Потому что везде разные сочетания. Например, здесь цветок более светлый, фон более темный. Тут у нас кусочек наоборот. А где-то вот здесь они вообще похожи по тону. Но даже несмотря на это, все равно нам нужно их разделять. Ну, чтобы цветы у нас просто не слились с фоном. Сейчас я пытаюсь объединить белый карандаш с тем фоном, который мы сделали. И вроде бы все нормально работает. Единственное, он дает какой-то теплый оттенок. Но это, скорее всего, из-за того, что очень много холодного вокруг. И он просто визуально так воспринимается более теплым. Это абсолютно нормальная история. То есть тут все логично. Попробуем добавить теперь белые светлые участочки. Они же прожилки. Заодно сделаем цвет более нежным, как и там. И есть моментик. Видите, не хватает немножко какого-то поярче сиреневого. Сейчас попробуем еще с этим, конечно, где-то добавить. Но уже сейчас вижу, что не хватает цвета. Прям вот какой-то даже как розовый хочется сюда подключить. Какой он, кстати, плохо рисующий. Вот этот ретоколор на фоне сиреневого. Так, давайте какой-нибудь возьмем поярче. Я сейчас думаю. Можно, кстати, и чтобы у нас одни были карандаши. Просто каким-то мелком. Вот такой вот розовый, например, да, от Виста Артист. У них, кстати, какие-то новиночки еще тоже выходят. Ну, вот у меня пока лежит этот набор. 12 цветов я пользуюсь на самом деле. Какие-то прям очень классные. И я фанат вот этого голубого. Смотрите, я его уже наполовинку использовала. В общем, такой цвет. Давайте я где-нибудь покажу, например. Тут потом мы с сиреневым прикроем. Такой красивый голубой, неяркий. В общем, здоровский оттенок. Прям мне понравился. Обычно просто в базовых наборах бывает голубой. Какой-то вот такого плана, да? Безумно яркий. Здесь он очень нежный и приглушенный. Так, что же я хотела? А, мы хотели чуть-чуть добавить мелочек. Я думаю, так и будем поступать. Немножко розового добавлять. Можно даже вот в серединку. Ну, кстати, очень-очень здорово вот этот фиолетовый зайдет. А дальше уже все распространить с фиолетовым нашим. Кстати, перемешивает он очень все хорошо. Прям замечательно. Вот так мягко работает. Попробуем давайте уплотнить серединку вместе с черным. Чуть-чуть черного добавить на фиолетовый. Чтобы цвет был более глубокий. Но черный, кстати, вот немножечко не дотягивает. Мне кажется. Причем, видите, он... Ну, конечно, отдел еще в фиолетовом фоне. Немножко он отдает таким теплым цветом. Сейчас возьму какой-нибудь аналог. Другой карандаш. И мы с вами сравним. Видите разницу, да? Я даже не сильно давлю на брюнзил. Вот это брюнзил черный. Смотрите, видите? Вот это черный брюнзил. А вот это черный. Он в сторону даже, знаете, как будто графит, но вот такой чуть-чуть поблескивает. Вот так вот. То есть, прям вот не черный-черный. Немножечко он немножко не дотягивает. Да. Так, что-то я прям очень много говорю. И мы совершенно не рисуем. Но это потому, что я хочу как-то потестить и сделать вывод для карандашей. Сейчас могу сказать, что они довольно мягкие, приятно рисовать. Но, видите, я хочу даже если супер белый уголочек сделать, прям вот очень яркий цвет у меня не получается. То есть, он все равно не перекрывает полностью фиолетовый цвет бумаги. И сейчас возьму что-нибудь для сравнения. Что это? Это у меня лира. Вот это лира твердый карандаш. Кстати, здесь он вообще рисовать не будет сейчас, смотрите. Вообще. Ну, ничего тут не поделать. Он хорошо рисует только на уже чистой бумаге, то есть без какого-либо контура. И, кстати, на пастель мате тоже он хорошо себя ведет, потому что он становится довольно тоненьким, потому что он очень твердый. Вот этот вот лира, правда, очень твердый карандаш. Давайте какой-нибудь самый классный и мягкий возьмем. Вы знаете, в чем минус того, что я на телефон записываю? Звук. То, что звук уходит как бы в разные стороны. Когда я поворачиваюсь, я потом слушала. В общем, мне это вообще не нравится. И не смогла я применить петличку к телефону тоже. То есть, все равно звук как будто на нее не идет. Ну, да ладно. Вот это самый мягкий наш белый угольный от Generals. Угольный белый карандаш. И давайте пробовать, будет ли разница. Ну, вот по совсем заполненному слою тоже плохо идет. На каких-то свободных участках он все-таки намного ярче. Пока я доделываю остальные лепестки, мы с вами делаем вывод, что по небольшому слою он хорошо рисует все-таки. Вот Малевича, вот эти монолиты. Когда слой уже большой, то он сложнее все это перекрывает. И это скорее для более нежных работ. Вот так. Для более таких спокойных, более мягеньких. Какого-то такого плана. Нужно мне найти нормальный фиолетовый. Вот синий я вообще зря держу. Он здесь не понадобится. На самом деле этот. Ну, этот потом понадобится. Мне нужно взять какой-нибудь сейчас приятный фиолетовый. Розовый. Вот этот пусть еще будет. Темный. Темный фиолетовый мне нужен. Потому что вот эти углубления мне будет сейчас удобно делать сразу рандашом. Но он все равно не дает, кстати, этой глубины. Придется нам точки ставить с вами мелком. И какие-то самые темные участки тоже. Ну что, чуть-чуть света добавляю на этот цветок. Мы его уже замучили. И пойдем дальше. Если не хватает яркости, вы можете всегда добавить какой-то белый. Любой белый светлый, который даст нам вот эти как раз супер яркие блики. Можно и нежно-розовый, например, тоже. Так, что еще? Хочу какой-то взять сиреневый. Можно, кстати, и легонечко и белым. Добавить вот здесь светлый участок, который внутри нашего цветочка находится. И где мне будет нужен розовый, либо более сиреневый оттенок, я буду мешать с вот таким вот брензилом розовым. Сейчас можно добавить чуть-чуть темного контура вокруг. Возьму вот такой вот тот фабур черный. Просто потому, что он острый, и мне будет удобно обрамлять контур вот таким образом. Все равно вот я смотрю, какой-то яркости немного не хватает на цветочки. Но, может быть, мне и так кажется. Давайте перейдем вот сюда. Сделаем, кстати, нашу божью коровку. Наконец-то. Сейчас приближу себе изображение, чтобы ее видеть лучше. Чтобы там все, ее разглядеть. И будет удобно сначала заполнить черным участок головы. Ну да, головы. Вот это черный. Я пока черным карандашом просто намечу. Но возьму еще какой-нибудь мелочек. Сейчас посмотрим. Черные мелки, особенно мягкие, у меня хранятся в таком наборе. Финальчики. Вот это черные мелки ручной работы от Черной речки. Здесь еще какой-то... Это, по-моему, обычный. Вроде галлери. Галлери. Вот такие. Я имею в виду мелки. И еще черный тоже считается одним из самых черных. Сейчас он, кстати, видите, все. Это у нас шминки. Можно выкинуть его уже облаточку. Это я к тому, что можно взять и черным добавить более темный участок. Именно на вот участок головы у божьей коровки. А дальше все вокруг прорисовывать с карандашом. Давайте мы сделаем с вами теперь ее панцирь с красным цветом. Карандашиком заполнить. Красивый, кстати, оттенок. Вот это брюнзил. Он, знаете, как такой ягодный, что ли. Он между красным и розовым цветом. В принципе, сейчас то, что нужно как раз для божьей коровки. Заодно скорректирую форму. Я думаю, мы с вами как поступим? Божью коровку прям вот от и до сделаем. Чтобы вся она была такая классная, контрастная и блестящая. Полностью сделаем все цветочки. И потом на них добавим какие-то акценты. Чтобы вот серединка была, например, более такой яркой. Хотелось мне сделать опять такой небольшой сюжет. Имею в виду не рисовать три часа, как обычно. Но я чувствую, пока все будут цветы прорисовывать. Вот это по-другому не получается у меня. Не могу вот быстрой зарисовки сделать. Понимаете? И здесь, наверное, мы посмотрим, сможем ли мы обойтись белым. Хотя пока что вот по красному только слой нормально рисует. Это у нас беленький Мальевича. Ну, они уже понятно, да, визуально, что это они. И сразу я расставлю светлые участки, чтобы мы с вами не потерялись. Где там все эти глаза, где не глаза у нее. Ее сейчас сложно понять. Чтобы получился панцирь блестящим, там нужно, помимо основного цвета, нам сочетать разные белые и черные. Так, чуть-чуть по форме поправлю. А то она идет, немножечко наклонившись, я ее как-то сделала более ровной. Ой, что же я не беру красный, да, вот такой. Уже все забыла. Это красно-рыжий как раз который. Ну, вот, конечно, не они такие, они пигментированные. Прям вот не такие. Вот сейчас сравнила с вот этим Конте. Они по цвету похожи. Ну, плюс-минус. Этот более такой мыльный, разбеленный. Но пигментация, конечно, другая. Конте, смотрите, раз. И сразу цвет более яркий становится. Не хватает немножко какого-то ягодного оттенка. Но тут можно схитрить и сделать это с ярким мелком. Вот у меня такой супер насыщенный красный, например. Можно взять и какой-то бордовый даже сюда. Яркий блик лучше сделать тоже с мелочком. То есть прям вот такой вот кусочек блика мы с вами оставляем. Где-то еще я глазки выделяю. Не буду прям вот супер вдаваться в подробности, ну, насколько у нас будет получаться. Сразу сделаю контур лепестка, на котором она находится, чтобы потом поместить туда лапки. Вот здесь у нас будет лепесток. Можно чуть-чуть на него такую разметочку из светлых участков сделать. То же самое, чтобы панцирь выглядел более ярким, более четким, мы добавляем от него справа светлый оттеночек. Получается, что вот этот красный, он будет у нас темнее, чем сиреневый оттенок у лепестка. Здесь вот окраешек лепестка на нас смотрит. Я думаю, теперь можем сделать еще более четкий контур с черным. Добавить вот такую точечку посерединке. И, в принципе, завершать уже панцирь. Можно добавить расположение сейчас ножек. И теперь здесь какие-то усики, да, такие вот есть. Еще, наверное, все-таки сделаю светлее вот этот лепесток. Добавляем вот здесь тоже лапку. Вроде бы божья коробка как жучок, да, но из-за того, что такая красивая эта красная спинка, они выглядят не так, как жуки. Все-таки крупица мудрости просто от меня. Ну вот они какие-то милые, да, именно из жучков. Это же жучки, наверное. Хотя жуки-пожарники тоже такие красивые. Где-то здесь еще лапку. Вот все, пытаюсь я по форме как-то сделать ее круглее. Хорошо, здесь мы потом добавляем, уже мы потеряли еще один. У нас будет лепесток. Так. Можно тоже на него сразу сиреневый добавить. Вот если какие-то мягкие переходики нужно сделать, прям вот замечательно они работают, удобно и более широкой стороной рисовать. То есть не вертикально вот так держать карандаш, а вот так вот сбоку рисовать. Получается даже что-то среднее между мелочком и карандашом. Видите, то есть я не могу больше цвета ярче особо сделать, вот насколько вот я стараюсь. За счет этого получается такой мягкий эффект. И не хватает немного розового. Я привыкла, что абразивная бумага, она прям держит цвета совершенно иначе. Я в основном же на ней рисую редко на такого плана бумажки. Так что я, наверное, отвыкла. Даже вот так чуть мягче сделаю. Так, что еще я хотела? Я хотела, может быть, парочку каких-то ярких деталек сделать. На божьей коровке. Потому что это вот такой максимум, который на этой бумаге мы можем прорисовать с вами. Немножечко синего хочется добавить на спинку. Там, где черное пятнышко, там есть такой прям синий блик. Поэтому можно добавить какой-то темно-синий сюда. И немножечко снизу черного. Кстати, насчет лапок. Насчет лапок можно их чуть-чуть контур сделать более четким. Если белым, вокруг них сделать светлее, соответственно. Тогда и лапки у нас будут больше видны. Вот такое вот прям все мягенькое получается. Ну что, божья коровка у нас, в принципе, готова. Парочку точек я бы поставила чем-нибудь мягким. Конечно, есть разница, мелком делать или черным карандашом. Но как, кстати, я обычно делаю. Вот так вот наносим черный мелочек. И потом с черным карандашом мы эту форму можем уже привести к нужному состоянию. Давайте смотреть на цветочек, который находится вот здесь справа. Даже можно сразу сделать несколько, да? Таким образом. Вот эти вот листья, ой, лепестки, которые мы намечали. Их я покрываю розовым. Сюда можно ему сразу где-то добавлять белый, чтобы пояснять участки, которые на нас, например, повернуты. Потому что тут цвет кажется как будто бы все-таки более таким сиреневым. Видите, я так подрастерла все, что у меня находилось снизу, все, что я наметила. Поэтому мы будем сейчас все это возрождать. Вот здесь у меня был еще один. Вот так вот ярко довольно много я нанесу сейчас розового. Потом буду его растушевывать. Это будет как раз такая розовая подложка. И будет хорошо работать с нашим вот этим сиреневым. Давайте смотреть, что у нас здесь было как-то вот так вот, например, выходили. Вот видите, здесь уже взобился слой пастелью и прям карандаш и не рисуют. Здесь тоже вдалеке что-то происходит. И выглядывает еще один цветочек вот сюда вправо. Тут по форме похоже на крокусы, да? Когда вот они раскрываются. Немножко смягчаю. Для яркости можно добавить немножечко вот такого малинового-сиреневого. Тоже чуть-чуть растушевываю в стороны. Заодно покрываю участок фона. И теперь давайте приступим к нашему сиреневому карандашу основному. Он сегодня прям герой дня. В основном он и рисует. Уточняю наши лепестки по форме. Где-то прям и оставляю розовые участки. И с белым мы добавляем светлые брики по краям. Вот особенно здесь, да? Как раз здесь тот эффект, когда лепестки они более светлые, а фон он более плотный и темный. Тут прям тоже так супер мягко мы с вами сделаем. И не забудем добавить фиолетовый в серединку. Вот этот вот темно-фиолетовый мелок пока что только он как-то на эту роль подошел. И немножечко еще краешки. Вот тут можно сделать покруглее. Видите, как-то перемешивается интересно с фоном, потому что полностью белый не ложится. Но если я надавливаю, то он такой вступает в объединение с синим на фоне, получается голубой. Ну, кстати, если да, с нажатием, то есть шанс более яркий цвет сделать. Вполне. Тут даже не буду принимать таких попыток, потому что тут фон я сильно перекрыть не смогу. Просто немножко на осветление добавила белого. Поэтому часть у нас, видите, будет уходить в такой голубой оттенок, потому что там попадает фон, и он прям перекрывает довольно плотно эти кусочки. Зато будет больше разнообразия по цвету. Переходим ниже. Давайте сделаем вот этот цветок. Опять я добавляю на него полосочки. Сделаем сразу затемнение с фиолетовым серединочку. И можно чуть-чуть показать, как тени, они тоже расходятся в стороны. Затемнить немножко. Можно нижние два лепестка. Кстати, знаете, что здорово? Что сами карандаши, вот они так не пачкаются. Особенно, когда деревянные бывают карандашки, некоторые прям становятся сразу грязными, когда вот такими грязными руками их держишь. Тут они гладкие, поэтому такого не происходит. Это как плюс, можно сказать. Верхний лепесток. И прям, ой, даже что-то я как будто сломала в карандаше. Прям толстую такую яркую линию хотела сделать, потому что здесь у нас идет блик. И вроде бы оно получилось. Где относительно небольшой слой, все-таки это, видите, это выходит. Не хватает сиреневого чуть-чуть. И на наши лепестки, на остальные тоже. Потому что этот розовый, мне кажется, иногда он какой-то, знаете, как красный становится. И как-то не то. Вот, когда чуть больше фиолетового, как-то лучше. Нижнюю часть мне все равно придется сделать именно с мелком, потому что нет такого карандаша, который даст вот эту действительно плотную темную тень. То, что у нас на дальнем плане, мы можем наметить, да, какие там у нас идут цветочки. И то же самое с вот этим соцветием. Тень довольно яркая тоже, поэтому мы ее сделаем мелком. И вот эту веточку саму давайте наметим. Я думаю, может, ее и с черным, конечно, затемнем, но пока пускай она будет у нас фиолетовая. Вот так. Можно даже ее немножко смягчить. Сейчас сделаем основание цветочка вот этого сиреневого. Даже вот так вот розовый на него добавлю. Так, вроде отлично. Все-таки полное, знаете, такое покрытие не дают одни карандаши. Где-то все равно прям мелочки просятся для более ярких каких-то акцентов, потому что очень уж очень нейтрально карандашики работают. Давайте сделаем вот этот цветочек, вот этот, а потом все вокруг то, что будет довольно мягким. Потому что довольно долго мы уже с вами наши цветы разбираем. Сюда я сделаю подложку фиолетовую, потемнеем. И сразу то же самое на цветок, который слева. Вот так. Да, чтобы уже было нам по какому цвету работать. То есть делаю основную такую подложку из мелков. Заодно сравним с вами, как одни и другие работают. Да, конечно, когда с мелками все происходит намного быстрее. Заполнение, видите, бумаги тоже более плотное. Но, может быть, и такой способ все-таки подойдет, когда сначала покрываем основную форму, делаем именно мелком, а потом карандашами дорабатываем. Тут, видите, много нюансов, конечно. И от цвета зависит, и от самих карандашей, и от бумаги. Так. Ну вот, скажем, вот такая у нас подложечка получилась. Вот, думаю, сиреневую потеряла. Посмотрим, как он себя здесь будет вести. Но когда слой достаточно большой, конечно, ему тяжеловато. Это прям чувствуется. Но все равно он способен добавить какие-то... Тут пускай вниз вот так вот все уходит, я так и оставлю. Какие-то дополнительные моменты все равно он может привнести, да, вот те же самые полосочки сделать. И, видите, заполнение получается более такое плавное, да, чем даже вот здесь. То есть, чтобы все вот эти ячеечки перекрыть, это нужно прям много-много слоев вот этого сиреневого нам делать. Либо где-то действительно их и оставлять. Давайте мы сейчас, наверное, чуть-чуть поработаем с розовым прям капельку. Потому что на это, мне кажется, не хватает. Не хватает чуть-чуть розовинки. Дальше с белым мы доделаем самые яркие участки. Вот такие вот контуры тоже красивые поставим. Как-то я уже более-менее приноровилась. И здесь можно меньше подробностей, поэтому мы можем вот так вот более оперативно все это делать. То есть, линия может быть более живой, может быть чуть меньше подробностей. Особенно где вниз там что-то уходит. То есть, все может быть более таким мягким и плавным. Попробуем широкой стороной работать карандаша. Ну, кстати, довольно удачно. Прям вот как мелочек он работает. Довольно мягко растушевывается. И здесь можно вот этот мой любимый цвет тоже добавить. Потому что некоторые участки тут уж очень похожи на такие вот голубые. Можно перемешать вместе сиреневый с голубым. Да, как мелкие тоже они очень неплохо работают. Тут мы дорисуем с вами даже он не здесь, а он вот здесь. Видите, так красиво повернут к нам лепесток. Он вот так вот поворачивается. Это, я думаю, нужно обязательно сделать. То есть, какие-то прорисовочки даже снизу, они у нас должны быть. И расставляем яркие участки сюда вместе с розовым мелком. И, кстати, этот же розовый нам пригодится, чтобы добавить вот такие вот блестящие светящиеся вкрапления розового, которые находятся за основными лепестками. Из минуса вот эти мелкие вистортисты. У них нужно выбирать сторону, которую рисуешь. Потому что иногда они прям так вот царапают. Попадаются кусочки, которые очень царапающие. Но зато оттенки довольно приятные. Здесь нам они подходят. Тут мы тоже чуть-чуть с вами яркости добавили. Можно немножко еще сиреневого снизу. Даже он скорее, нет, скорее он какой-то вот такой вот что ли розовый. Более насыщенный. С фиолетовым мы сделаем тень справа. То есть чуть-чуть уплотним вот эти листочки. Если необходимо, то контур мы можем опять вот так вот вернуть и сделать более четким. Даже можно со стороны розового добавить белый, чтобы еще выделить вот этот цветочек. Так, все. Теперь мы уходим с вами в левую сторону. Здесь я предлагаю сразу взять вот такой вот немножечко в малиновый оттенок. Его я растушую. Добавлю чуть-чуть на наши цветочки. Сюда хочется прям очень каких-то мягких, таких нежных деталей. И довольно светящихся тоже. Поэтому наношу розовый чуть-чуть все это. Пальчиком растушевываю, смягчаю. Плюс, конечно, именно такой бумаги, а не абразивной, в том, что все очень легко перемешивается. И вот мы можем сделать такие плавные переходы. В пастельмате все это происходит совсем иначе. То есть намного сложнее, потому что бумага очень-очень сильно держит пастель. И вот такие моменты сделать невозможно. Поэтому для тех, кто любит именно живописную технику, подойдет вот такого плана бумага. И кто не любит сильно что-то прорисовывать. Там, конечно, тоже можно добиться живописного эффекта, но это будет достигаться немножечко сложнее. А тут буквально вы можете сделать парочку каких-то движений, и у вас уже что-то проглядывается. Да, уже получились там те же цветы. Добавляю немножечко света. Опять же, тут сильно мы прорисовывать не будем. Просто показываем, что это вот такие же аналогичные лепесточки. Где-то больше белого можно. И вот здесь тоже можно чуть-чуть какой-то мягкости добавить. Хотя я бы, если честно, ввела бы сюда какой-то контраст. Я бы намешала синего вместе с фиолетовым. Видите, он уже темнее, чем цвет бумаги получается. И добавила бы какого-нибудь черного для плотности, чтобы выделить этот кусочек. Вот так. Черный обязательно перекрывайте синим или фиолетовым, иначе останется такой немножечко глухой оттенок. Несколько красивых вот таких акцентов бликов можно сделать с розовым, либо с другим каким-то светлым. С сиреневым тем же. Уже особо сильно не прорисовывая. Просто давая намек, что здесь находятся у нас цветочки. Сейчас как раз мы с вами на заключительном этапе. Мы будем расставлять красивые блики. Давайте возьмем наш тогда уж мягкий мелочек. Наш мелок от Сенелье. И с его помощью мы посмотрим, где у нас находятся самые яркие блики. И добавим вот такие плавные линии, либо точечки. Сфокусируемся вот, наверное, на вот этом кусочке. То есть это наша божья коровка. Это вот лепестки, которые мы делали самыми первыми. Именно вот эта зона. Пускай она будет более блестящей. Все, что находится слева, оно будет более плавным. Можно ставить вот такую точку, а потом чуть-чуть распределять в сторону. Видите, когда добавляем блеск, становится интереснее вся история. И вот парочку справа можно. Тут главное не сильно не увлечься, потому что могут получиться какие-то слишком рваные контрастные участки. Наше внимание, внимание зрителей, который будет смотреть потом на вашу работу, должно быть сконцентрировано на каком-то определенном участке. Не стоит делать несколько композиционных центров. Хотя, ну, такие работы тоже бывают. В этом определенный смысл. Для глаза приятнее, когда есть какая-то одна зона. И вот мы именно, извините, кошачьи всякие шерстинки. Вот, и когда на одну зону глаз зрителя обращают внимание, это всегда комфортно. Это приятно, удобно и так далее. Предлагаю для завершения чуть-чуть добавить дополнительных цветов. Я хочу для глубины добавить по серединкам капельку синего. А то, видите, я старалась при дневном свете сегодня записать. Вот надеюсь, что еще не очень темно, потому что то есть солнце, то нет. Непонятно. Видите, синеньким более ярким становится. И вот где-то в серединках он не помешает. Теперь можно подписать нашу работу. Вот такая зарисовка у нас получилась. Мне очень понравилось сегодня с вами рисовать. Надеюсь, что вам тоже. Если есть какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях. Поддержите это видео. Мне будет приятно. И мы увидимся с вами на следующем уроке. Пока-пока. Пока-пока.